Галерея Аурун предлагает вам окунуться на территорию зимних праздников, которые всегда нам очень нужны. На протяжении всего года мы вспоминаем те зимние настроения, этот снежок, эти путешествия горнолыжные. И что с нами происходит, допустим, если мы куда-то едем и видим какие-то пейзажи, которые уходят вдаль, и, возможно, там какая-то жизнь тоже происходит. А на переднем плане брыггелевские какие-то людишки катаются на коньках, какая-то лошадка стоит. Зимнее настроение всегда очень близко к уюту человеческого духа. Мы бы захотели оказаться в этих домиках, посидеть возле камина, послушать какие-то сказки, покачаться в качалочке. Ну, конечно, живой огонь, там, жареное мясо, это все тоже необходимые атрибуты зимнего отдыха и зимнего уюта. И вот, ну, конечно же, мы это все любим проводить в состоянии какого-то спорта, да. С детства нас приучали на коньках кататься, да, и это тоже какой-то такой момент воспоминания о детстве, который согревает душу. И хочется, ну, опять окунуться в то состояние, когда коньки подворачивались, мы падали, вставали, преодолевали себя. Поэтому вот такая вот груда коньков в этих ботиночках, ну, видно, что это детские коньки, конечно же, воспоминания о детстве. Какой-то мальчик с горы катится, да, с детские игры, когда еще, помните, не было компьютеров и компьютерных игр, дети катались на лопатах, у кого не было, да, санок. Не у всех были санки, да, кричали в какие-то рупоры, играли в снежки, постоянно рисковали, если проваливалась прорубь, да, родители говорили, будьте аккуратны, приходите домой вовремя, да, ночью не катайтесь на горных склонах. Опасность, зима, в общем-то, вот такой мальчик нарисован, который пытается съехать с горы детства. Ну, тут же какая-то детская игрушка, вот такой деревянный журавлик, который дергаешь за веревочку и крылья машут, да, это называется работающая игрушка. Не просто, знаете, скульптурка стоит вот такая вот, да, а она машет крыльями эта игрушка и веселит ребенка. То есть, если бы мы сейчас тоже взяли кусок дерева и сделали из него какую-то играющую, прыгающую, простую игрушечку, да, это тоже бы придавало, ну, как бы сказать, такого уюта и возможности ребенку понять, что из любого, из любой игрушечки можно сделать маленькое произведение искусства. Ну, вот такие две девочки, да, которые в воскресный день убежали из дома, когда уже темно и решили покататься на коньках, да. Ну, знаете, подросточки, которые уже вышли из девичьего возраста, но еще не превратились там в настоящих там девушек, которые знают, женщин, которые знают, как идти по жизни. Их движения неловкие и они такие, друг без друга им тяжело и скучно, поэтому они зашли друг за другом, да, взяли, оделись кое-как и быстренько убежали на территорию непослушания. Так можно было назвать этот воскресный вечер. Территория непослушания. Вот графика. Это у нас кучер Лиля, да, вот сделала вот такую маленькую графику уютную, да, что может быть лучше, чем заснеженная елочка, да. Да, вспомните Морозко, когда он эти елочки наряжал в такую одежду из снега. Вот еще Лили Кучер работа называется «Заснеженный путь», да, для того, чтобы зайти в этот дом, надо преодолеть, преодолеть вот эту гору, которую, возможно, трудно преодолеть, потому что она вся в снегу и в скользкой траве. Мы часто знаем, что, чтобы преодолеть что-то, надо силу духа иметь, смелость, да, и внешнее намерение. Так, вот эту работу вы, наверное, уже знаете, она много раз выставлялась, но она тоже где-то принадлежит к зимней ситуации. Она называется «Обеденный час», когда служаночка, которая должна обслуживать гостей, да, выносить в замке какую-то там посуду и еду, да, гостям, она подтягивает чулочек, она готовится быть очень красивой, когда она вынесет эти тарелки, эти подносы, эти фужеры, везде территория старинного замка, и как бы настроение зимнее и такое для принятия гостей. Гости должны прийти, да, она готовится. Как хорошо, когда в интерьере нашего дома есть какой-то антикварный, допустим, комод или диван, или горка, там, где мы можем выставить не только, да, чашечки, допустим, или блюдца, или, ну, то, с чего мы кушаем, но где-то выставить какие-то произведеницы маленькие, возможно, керамического искусства, да, возможно, скульптурки. Вот посмотрите, какие прекрасные чашечки, да, керамическая мастерская наша выдает. И это тоже художники, которые, ну, стараются поддержать зимнюю тематику. Вот как приятно кофе заварной выпить из такой, ну, шарообразной формы, которая напоминает, допустим, снежок, да, вот так, кофеечек, да, или, допустим, вот эта ручка, которая напоминает, да, какой-то горшок из бабушкиного чулана, да, и, ну, конечно же, гранатки, которые тоже можно керамическим образом сделать и раскрасить в ярко-красный цвет. Ну, а Деды Морозы, это святое, да, и если даже вот такими Дедами Морозами украсить, да, дерево какое-то, елку, да, или вот как наш вот этот вот фикус, да, украсить, и вдруг тут же, тут же какие-то снежные бабы, и приходят гости, и вдруг гостям говоришь, в левой или в правой, дети, один ребенок говорит, в правой, получи тебе, Деда Морозов, в левой, получи тебе снежную бабу, и все, ребенок запомнит это на всю жизнь, потому что у него в руках вот такой вот маленький арт-объект, который, вот с которым хорошо засыпать, с которым хорошо, ну, как бы даже на стол поставить и вспоминать, что есть такой праздник Новый Год. Вот посмотрите, как хорошо снежная баба зайдет, допустим, в эту картину, которая называется «Первый снежок». Да, допустим, у вас висит в интерьере картина такая, да, и на какой-то маленькой шифоньерочке стоит вот такая вот снежная баба. Я уверена, что ваши гости не пройдут мимо этого. Да и вы будете с улыбкой, да, когда летний зной, вы с улыбкой подойдете сюда и вспомните, скоро, через полгода будет Новый Год, начнем уже готовиться, начнем расписание делать этого Нового Года. Да вот ситуация, которая известна всем, когда папа принес заснеженную елку, закрученную еще канатами, с базара, да, и кинул ее на пол, да, а дети уже ждут, и игрушечки уже подготовили, они ждут, как они будут наряжать эту елку, представляете? И вы помните, я уверена, что вы все помните эту ситуацию, камин пока не горит, но чуть-чуть тлеет, то есть праздник впереди, подготовка к празднику, это очень интересно. А вот, допустим, обиженный заяц, да, когда ребенок уснул в своей кроватке, да, в той одеждочке, в которой он был на утреннике или на новогоднем празднике, он, знаете, так устал, да, что он просто обнялся с подушечкой и вот так вот прямо в этом костюмчике зайца вот так и уснул, одеялко чуть-чуть накинул на одну ножку, родителям некогда, они празднуют Новый Год. Ребенок немножко обиделся, что его раньше времени отправили спать, но глазки слепаются, хотят уснуть, и вот это вот состояние защищенной детской территории, его постелька, его игрушечка, его подушка нам всем известно. Поэтому мы ловим вот эти моменты и превращаем их в маленькие картины. Ну вот, Владимир Ильичев нарисовал такой снежный путь, мы все знаем, как мы баловались со снежными бабами, да, мы их сначала делали, потом мы их приглашали пап, чтобы они нам помогли поставить друг на друга эти шары, потом мы морковку выпрашивали у мамы, да, камушками делали пуговицы, крали у дворника такую вот метлу, чтобы поставить. В общем-то, здесь полно есть дел, которые ребенок сам как бы сделать не может и просит у родителей помощи. А эту снежную бабу папа взял и посадил в сани, как типа одухотворил ее. Ну, опять же, коньки, они всегда хороши, они архитектурны, да, они как напоминание нам о детстве, когда мы сидели, зашнуровывали их, потому что если не зашнуровать до конца, вот этот голеностоп будет все время вот так, да, падать на лед и человек будет падать, да, поэтому вот эта шнуровка является чуть ли не самым главным обеспечением равновесия на снегу, ну, на льду. Ну, конечно же, сами вот эти вот острые коньки очень опасны, они могут даже служить ножом, если что-то рубим или что-то, допустим, даже снежную бабу, да, лепим и обрубаем ее, там, ледяное основание. Ну, дальше, такие маленькие работки. Вот эта работа, экспериментальная композиция «Не боимся замерзнуть». Там, где идет карнавал, здесь девять человек, инфанты, всякие паржи, всякие орликины, они празднуют новогодний какой-то, ну, карнавал, да, камин горит, да, элементы такого луча из камина идут, ну, типа камин светит и греет, да, а по краям две брегелевских композиции, да, зима, холод за территорией замка, зима, падающий снег, мороз. Выйти туда – это значит замерзнуть и заболеть. Но наши комедианты не боятся замерзнуть, потому что они находятся в эйфории праздника. Ну, Дед Мороз здесь такой вот воображаемый скачет, да, типа обозначая собой, что горы как бы являются его таким защитным, защитным царством. Домики с черепичными крышами, да, и месяц. Нежный месяц напоминает о том, что все-таки мы все находимся на территории нашей Земли, которая является планетой, а там какие-то действия происходят внутри, допустим, вот этого вот пространства, огороженного вот этими вот нежными горами. Мы все любим очень сильно путешествовать всегда. И вот наше любимое место для путешествия – это Голландия, потому что там очень много наших любимых учителей – Рембрандт, Вермеер. И вот голландская мельничка такая, которую вот эти два подвыпивших крестьянина решили или остановить, или запустить, да. Что-то происходит здесь такое праздничное, тихое, спокойное на территории какого-то сельского голландского пейзажа. И вот хочу вам представить работку, которая еще не завершена, но здесь тоже путешествие, знаете, куда? Во Францию, в Лотарингию, когда елку наряжали яблочками красными. Была такая ситуация, когда не было раньше шаров. И вот девочка такая, которой было поручено нарядить елку яблочками, она устала, да, сидит на полу и грызет красное яблочко, уже не лезет по этой лесенке, да. То есть она не выполнила свою работу, потому что она уже находится в расслабленном состоянии. Вот. Ну и дальше, ну, вот такая работка – дух камина. Когда камин является композиционным центром всей-всей территории загородного дома или замка, там, где люди греются возле камина, вот кресла. И присутствие человека обязательно тем, что собачка в движении, и она вот услышала, как хозяин вошел, раньше всех она услышала, что пришел хозяин и сейчас сядет в это кресло, она к нему заберется на ручки, и это будет очень такое домашнее состояние уюта, да. И вот давайте дальше пойдем. Ну, конечно же, как обойтись без архитектурных композиций? Вечерний свет – это замок, да, который предполагаемо наш. И, конечно, елка выстроена или внутри замка, или при усадебном участке. Да, какая-то снежная баба, какие-то элементы орликинского одеяния вот здесь. Какой-то клоун пробежал, который, допустим, вместо Деда Мороза забежит сейчас и развеселит всех детей в этом, ну, загородном доме, потому что надо же праздник поддержать, правильно? А за окном, за окном стужа, замерзшие озера, птица летит, которая напоминает нам брейгелевскую птицу, охотники на снегу, и на деревьях снег, да. То есть ситуация зимнего такого, ну, как бы замерзшего состояния природы, подогревается тем, что происходит в самом замке. А в замке веселье. Так, ну, конечно же, назад в детство. Измаил, юг Украины, деревья, маленькие дома одноэтажные, двор, который является местом, сейчас скажу одно слово, пастбища детей. Дети паслись возле дома, да, они придумывали детские игры, они не лепели снежных баб, они делали снежные городки, они кидались снежками. Домой их загнать было невозможно. Но из рода чудес вот эти тополя зимние терлись друг об друга и скрипели, очень уютно. Вот знаете, как деревья могут под морозцем скрипеть, когда они трутся друг от друга под зимним ветром. Ну, конечно, состояние природы. Солнце село, зимний вечер взял все в такую дымку, знаете, темное небо и еще чуть-чуть освещенный снег, да. И скоро мама уже будет всех загонять домой. Снегурочка, Снегурочка, которая решила отдохнуть, она разносила подарки детям и вдруг набрела на какой-то такой зимний домик и зимняя комната, там, где окно напротив двери, и, допустим, везде холод и как бы сквозняк и мороз. Ну, камин чуть-чуть леет. И вот она села немножечко, расслабилась, глазки прикрыла и знает, что ей надо еще разнести некоторым деревенским деткам маленькие подарочки, знает, что ее ждут, да. Поэтому она отдых короткого времени, да, зимнего короткого времени в зимней комнате. Ну, вот здесь еще всякие работы, которые посвящены, допустим, сказке «Алиса в стране чудес», да, там, где портал позволяет зайти из времени настоящего в сказочную территорию, там, где оживают фигурки шахматные, превращаясь в каких-то людей, которые живут в замке. Какая-то ореховая Соня сидит, играет с барабанчиками, да, какой-то вход в какое-то пространство, там, где ждут чудеса, да. И все это разыгрывается типа как на шахматной доске, типа мы сами можем действовать в этой территории сказочного царства. Вот мы все являемся сами исполнителями того, что будет окружать нас. Или вы приобретете такие картины, которые будут вам напоминать зимние праздники и делать уют в вашем доме, так. Или вы сами напишите эти картины, когда вы придете на маленький мастер-класс, да, и попробуете сделать вот такую вот группу снеговиков, которая, ну, танцует какой-то танец, а люди там живут в этом доме и даже не предполагают, что творится зимой, ночью среди снегопадающих. Субтитры создавал DimaTorzok